К зиме готовы. Плановые работы по подготовке города к отопительному сезону практически завершены. Большинство котельных в норме, запасы топлива есть. Капитальный ремонт завершается в котельных Песчанки и Осетровки. Котельная в поселке Песчанка работает уже пять лет. Сказать, что за все время не было перебоев в работе, сложно. Бывало такое, что котлы ломались с периодичностью 2-3 часа в день. Теперь все в прошлом. Этот объект уже работает стабильно с прошлого года. В прошлый отопительный сезон аварии у нас не было. Остановок котельных у нас не было. В этом году тоже все идет по плану. Деньги, которые выделены, практически уже освоены. Остались небольшие работы по двум участкам теплотрассы. Буквально сегодня-завтра мы их завершаем. По котлам здесь тоже уже практически все, уже прошло прессовку. На этот объект из муниципального бюджета было выделено более 10 миллионов рублей, семь из которых уже освоено. На пяти котлах заменили поверхность нагрева. Специалисты говорят, что на ремонт каждого такого котла понадобился месяц. Сейчас идут последние сварочные работы. На сегодняшний день выполнен капремонт по замене поверхности нагрева. Пяти котлов ведутся обмуровочные работы. Выполнен капремонт трех участков тепловой сети. И на сегодня котельная готова процентов на 90 к отопительному сезону. 15 сентября все работы в котельной планируют завершить. Отопительный сезон начнется вовремя и без перебоев. В микрорайоне Осетровка котельная, которую обслуживает ТГК-14, также готова к зимнему сезону. Ремонтные работы полностью окончены, проблем зимой не будет, заверили специалисты. В целом по городу подготовка объектов к зиме в стадии завершения. Ситуация под постоянным контролем администрации. Для начала отопительного сезона необходимо завершить все земляные работы. Их на сегодняшний день не закончили Горводоканал, Читаэнерго и ТГК-14. За последними числится 80 раскопок. По заверению руководителей работы ведутся согласно графикам. Все основные ремонты, что на теплотрассах, что на объектах энергоснабжения, теплоснабжения, ну и в объектах водоканала, работы практически завершены на 90-95%. То есть все ресурсоснабжающие предприятия готовы к началу отопительного сезона. Уже в ближайшее время будет принято решение о дате начала отопительного сезона. Когда дадут тепло, напрямую зависит от температуры на улице. Как правило, отопительный период должен начинаться, когда в течение пяти дней температура воздуха ниже 8 градусов. Согласно прогнозу, в 20-х числах сентября ожидается понижение ночных и дневных температур. Анастасия Удовиченко, Евгений Погорелый. Время новостей.